Здравствуйте, Роман Романович, добрый вечер. Здравствуйте, уважаемый Павел Алексеевич. И все остальные юные телезрители. И также приветствуем зрителей канала PopCon, зрителей канала АРА-ТВ и также благодарных потомков, которые наверняка будут смотреть этот сюжет. Да, и очень надеемся, что они будут это делать после войны уже. Да, было здорово. После всех войн. После всех войн. Будут рыдать, что они пересеклись с нами по времени жизни. Вот. Значит, смотрите, какая ситуация. Это немножко детский такой подход, что Паша зовет меня Роман Романович, я его зову Павел Алексеевич, мы уже давно с Пашей на ты, поскольку Павел Алексеевич был продюсером нашей бессмертной киноленты «Маршу Тренизари», где я выступал режиссером и немножко продюсером, а Паша выступал сильно продюсером. В смысле, продюсер немножко так подмазался к его славе, но не сильно. Вот. У меня, в общем, того, что я режиссер и автор сценария, в общем, достаточно было. Вот. Значит, Паша продюсер – это бессмертные киноленты. Я, соответственно, режиссер и автор сценария. И что это за киноленты? Есть еще отдельные несознательные граждане, которые, возможно, ее не видели. Что произошло? Что произошло? Я еще во времена ковида начал снимать кинокартину и потом долго делал постпродакшен этой кинокартины. Вот под чутким руководством Павла Гаврилина, извиняюсь. Вот. Павел Алексеевич Гаврилинович. Вот. Под чутким руководством Павла Гаврилина. Паша достаточно. Слишком официально звучит. Просто Паша. Вот. Под чутким руководством Павла Гаврилина, значит, мы делали кино, назывался «Марш утренней зари». Вот. Я его начал еще, когда был разгар ковидных всех этих ограничений. Потом, поскольку кино музыкальное было очень долгое, как бы это ни выразиться, было очень долгое праханье с постпродакшеном, с ведением и разведением музыки и так по 28 раз. Вот. И я так удачно завершили фильм, что 22 февраля, 24 февраля 22 года началась агрессия против Украины, а через два месяца я это кино только закончил. Вот. И было принято решение, было принято решение коллегиальное. С мной и Павлом, вот так, мной и Павлом, было принято решение не делать премьеру в Российской Федерации. Причем, когда это решение принималось, мы так немножечко… Я сначала был не уверен, что это правильное решение, хотя мысль-то у меня была понятна, что это такая косвенная поддержка агрессии, да, российской федерации Украины. Плюс я понимал, что мне надо будет смокинги с бабочкой и с бокалом шампанского позировать для фотографов в то время, когда шли новости о бомбежках Мариуполя и других украинских городов. И выглядел бы я при этом по-идиотски. Но, с другой стороны, понятно, что для фильма, для фильма, конечно… А у нас уже был… Я уже устал это говорить, но, тем не менее, я скажу, потому что мы выступаем еще на РТВ, может, кто-то не в курсе. А для фильма все-таки показ на экранах – это большое продвижение, да и деньги. Хотя деньги больше заботили Павла Алексеевича, но таки он в этот момент был готов пожертвовать некоторыми доходами. Вот. И, конечно, когда на тысячи экранов, а мне давал Рязанцев, давал, эта корова опрокат давал тысячу плюс залов, ну, конечно, чтобы филикиношка бы прошла, наверное, я думаю, довольно заметно. Ну, окей, мы не стали сознательно ее показывать, чтобы не поддерживать таким образом, чтобы не поддерживать таким образом, не создавать благоприятный фонд для агрессии против Украины. Раз. И потом… Еще покажем, еще увидите. Да. И чтобы мне не сильно позориться, это да, потому что, неизвестно, деньги заработали бы, не заработали бы, а опозорились бы точно. Опозорились в том смысле, что на этом фоне бы устраивали бы праздники и пьянки. Вот. За кино-то особо не стыдно. И приближается годовщина того исторического момента, когда эта кинолента была опубликована на нескольких ресурсах, открытых опытом, что называется, на Ютубе и в нескольких… Как это называется, Паш? Павел Алексеевич? Что именно? В стриминге? Да, да, да. Где еще у нас, по-моему, ВКонтакте была и вот эти вот файлообменники. Ну, всевозможная платформа. Даже на Рутуб кто-то залил. Не мы, правда, но кто-то залил. Да, и то есть мы выложили его в открытый доступ. Я вот описал, как я это видел. Это не потому, что я на себя дело кинул, потому что я вот сказал тем, кто не в курсе, потому что зрители моего канала должны быть теоретически в курсе, потому что у меня это кино, и там сейчас 5 миллионов просмотров только на Ютубе. Вот. Но я просто хотел передать слово продюсеру киноленты Павлу Гаврильевну, чтобы он рассказал всю эту ситуацию со своей точки зрения. Я так более взбивчиво, но пунктирно рассказал, как это происходило, как мы отказались в мае 22-го от проката в Российской Федерации. Ну, соответственно, до кучи мы отказались от стриминговых сервисов платных российских и телека, да? Вот. А, Павел Алексеевич, расскажи, как происходила история, что ты все-таки решил выложить это в открытый доступ? Потому что вначале ты еще была надеждой, что война закончена. А как вот это все происходило? В общем, ну, в открытый доступ мы решили это выложить, наверное, прежде всего, потому что было большое желание это все-таки донести уже до людей. И это, наверное, была самая простая доступная и быстрая возможность у всех у нас имеющихся. Вот. Наверное, это основная причина, да, потому что я уверен, что есть некоторое, не будем называть его, количество людей, которых это кино, я надеюсь, всячески поддержало в крупную минуту. Вот. Например, так. Самое главное, убери руку, пожалуйста. Ты закрываешь, тебя сразу наполовину хуже слышно. Вот. Либо я так держу, чтобы рот не закрывать. Потому что когда ты говоришь вот так, то сразу... Все, я понял, я понял. Вот так. Вот так. Да, да, да. Значительно. Смотри, ну, сейчас, по моим оценкам, кино посмотрело 5 миллионов примерно на моем канале. 5, да? Ну, 5 плюсов из них, я думаю, что миллион плюсов досмотрели прям от края до края, от нуля до конца. Так. Не, ну, я думаю, что там много досмотрели от начала до конца и на других ресурсах еще посмотрели. Плюс другие ресурсы. Файлообменники, там, ВКонтактик, там, Рутуб, опять же. Вот. Но все равно для кинокартины это, конечно, ничтожно малое число. Даже если условно считать 7 миллионов из 300 миллионов русскоязычной аудитории, это, конечно, ничтожно малая ситуация. И я не питаю, конечно, по этому поводу никаких иллюзий в том смысле, что кинокартина, которая не была показана, у которой не было проката, у которой не было телевидения, ее просто мало людей посмотрят. Что, конечно, очень обидно. Вот. Потому что, знаешь, вот, знаете, вот эту историю знаменитую, как известный какой-то скрипач, известный какой-то скрипач, у которого там билеты стоили по 500 долларов на концерт, вышел на это самое, на станцию метро, час там проиграл. Вот. И мы за это время бросили 20 долларов, да? Вот. То есть, конечно, для показа, для демонстрации того или иного произведения, чтобы посмотрели и оценили, нужна определенная подготовка и, скажем так, создание какой-то такой благоприятной атмосферы, чтобы люди оценили по полной и смотрели уже не занимая. Ну, будем надеяться, что наша аудитория все-таки посмотрит эту киноленту так или иначе. И я предполагаю, в связи с приближающейся годовщиной этого премьера, поскольку значительное число людей еще не видел, я хочу показать его еще. Наверное, в Израиле, наверное, в Соединенных Штатах, но, наверное, все-таки начать с Израиля. И мы, возможно, в Украине. Хотя там некоторые актеры, что играли, которые для Украины не очень. Окей, начнем тогда. Начнем, продолжим с Израиля. Что вы думаете по этому поводу? Роман Романович, пожалуйста, не ставьте руку так, чтобы закрывать ваш голос прекрасный. Не стоит этого того. Здорово, давай попробуем. Надеюсь, что у нас выйдет это. И мы донесем еще до какого-то количества людей. Ну, да, нужно немножечко. Я считаю, что поскольку, я уверен, что 9 из 10 людей вообще не поняли, я имею в виду те, кто видел, не поняли, что мы хотели сказать тем, что не стали делать прокат, но окей, это можно растолковать. Да, в общем, это не так уж важно. Важно, чтобы люди кино посмотрели. Вот. Но, безусловно, есть значительный потенциал для того, чтобы и фильм показать, и поговорить, и про все происходящее. Тем более, что то сейчас я, как израильтяне, на нынешний, проживающий в Израиле, по большей части, а не где попало, как было до украинской войны. Вот. Украинской. И когда началась война в Израиле, так вообще очень много разных появилось дополнительных ассоциаций, во всяком случае, в моей голове. И вообще мозги очень здорово прочищают, когда полтора месяца сидишь под сиренами, под бомбежками. Так, немножечко меняется взгляд на жизнь. Поэтому, вот в таком, как, собственно, что позволяет нам делать современное искусство, как говорится, и кино показать, и разговоры поговорить, и себя показать, и на людей посмотреть, что называется. Я думаю, что мы это себе позволим в ближайшее время и выйдем еще несколько раз, уже более обсудим какие-то частные моменты с Пашей про наши киносъемки, про музыку, про то, про сё. Вот. У меня вопрос такой вот официально, практически в прямом эфире. Паш, ты будешь участвовать в этих премьерах? Подъедешь из далекого? Посмотрим, посмотрим, как сложится. Посмотрим. Ну, я думаю, что... Я не думаю, что я кому-то поручу организацию. Я думаю, что мне квалификация позволит организовать самому для себя достойный показ в Тель-Авиве этой кинолентой. Марш утренний заре еще, напоминаю. Роман Романович может, я уверен. Ждите. Ну, я думаю, что квалификация позволит, да? Я думаю, что мне там помогут, и я, в принципе, даже знаю, кто. И если надо, на нынешнем этапе мы сделаем этот показ в полуподварном помещении, чтобы оно было... Это помещение было приравнено к бомбоубежищу сразу, не надо было бегать. Но хотелось бы, чтобы к моменту показа уже эта террористическая опасность уже закончилась. Вот так вот. Скажи что-нибудь жизнеутверждающее, Павел. Сложно сказать что-то жизнеутверждающее. В текущей ситуации... Как там было на кольце Соломона, и это пройдет. Ну, ты знаешь, в чем дело. Знаете, в чем дело, дорогие зрители? Вот я же начал этот разговор с того, что мы с Павлом отказались от проката фильма в Российской Федерации. От успеха, от пьяности... От славы, от всех. От славы, да, и прочих плюшек. Список длинный. Вот здесь мы выступаем перед вами. Еще будем выступать в онлайне. Это не потому, что мы собираемся у вас денег попросить. В оффлайне, да. Это тоже не надо. Нет. Мы это делаем, потому что каждый на своем месте иной раз может все-таки немножечко приблизить мир и приблизить справедливость. Для этого что-то надо сделать или что-то не делать. Вот мы как-то в этом во всем стараемся поучаствовать. Ну да, так как мы это видим. Совершенно верно, Роман Романович говорит, что в нашей текущей ситуации мы решили, что это наш, может быть, совсем небольшой, но вклад. А может быть и не такой уж маленький, между прочим. Будем верить. Потому что явно цивилизация сейчас находится под атакой. И вот история в Израиле, которая, к сожалению, явилась логическим продолжением истории в Украине, так сложилось. Вот явно цивилизация находится под атакой. И явно люди, которые хотят еще, чтобы цивилизация существовала и человеческий род продолжался, должны что-то предпринимать в этом направлении. А то мало ли что, чем закончится. Хотелось бы, чтобы этот шарик еще покрутился в присутствии... Покрутился, согласен. В присутствии человеческого населения, а не только тараканчиков. Тоже хорошо было. Тараканчиков и обезьянок. Ну, вот такую мы, значит, сейчас сделаем небольшую серию вспоминательных программ про съемки киноленты «Марш утренней зари», которая была опубликована 28 декабря 1922 года, прямо перед Новым годом. Вот. Ну, а сейчас мы прощаемся с вами. Пока. До свидания, дорогие зрители. Рок-н-ролл. Рок-н-ролл.